Единственное сельхозпредприятие в области, которое культивирует пивоваренный ячмен, общество Опёновское, приступило к химической обработке посевов. Серьён для омских пивоваров и шимской аграрии выращивают уже 10 лет. Процесс трудоёмкий, но выгодные. О тонкостях расскажет Оксана Павлова. Опрыскиватель летает по полю со скоростью 25 км в час. Машина импортная, работает по навигатору. 15-метровые штанги поделены на секции, которые отключаются на тех участках, где обработка уже прошла. Компьютер видит всё. Особенность обработки пивоваренного ячменя в том, что в раз распыляют три препарата. Один направлен на борьбу с сорняками, второй – с болезнями растений и третий – для подкормки. То есть растение ещё не начало болеть и пока вроде не ожидается, но мы его сразу добавляем. И оно, даже если болезни сейчас, росы начнутся, болезни начнутся в течение трёх недель, то этот препарат его сдержит. То есть это вот особенность работы с импортным сортом. Отечественных сортов ячменя для пивоварения, которые способны расти и давать хороший урожай в сибирских условиях, пока не выведено. Приходится сеять импортные, капризные, но соответствующие требованиям потребителей сырья. Там надо по крупности, не ниже 85, при проходе зерна через сито 25. Должна быть жизнь, чтобы прорастание у них не ниже 97. Это значит, энергия должна быть не ниже 97 за трое суток. 97% прорасти должно. И водочувствительность должна не ниже 60. С пивоваренными чменём опёновские работают уже 10 лет, засевают порядка 6000 гектаров. Сеют по половине площадей в два этапа – в середине и в конце мая. Химобработка также двухэтапная по мере роста растения. Сегодня опрыскивают первые поля. Для того, чтобы химическая обработка была качественной, её необходимо проводить в определённый температурный режим. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже 12 градусов Цельсия и не выше 20. Тогда химикаты сработают хорошо. Соответственно, поливоды начинают работать примерно с 7 вечера до 7 утра. За это время агрегат обработает примерно около 500 гектаров посевов. Вторая обработка будет в середине июля, но уже только против болезней растений. Затем наступит период ожидания урожая. В прошлом году только ячменя собрали более 15 тысяч тонн, а вместе с пшеницей – свыше 30. Из них элитных семян вырастили почти 5000 тонн. Предприятие не случайно входит в топ семеноводческих лидеров области. Стараемся не просто поднять планку. Для нас это не является идеей фикс или идеей номер один. Для нас на самом деле главное выдержать вот те параметры, которых мы достигли, и предложить, может быть, более лучшее качество. Лето жаркое, как и в прошлом году, но в этом июне были дожди. Потому опеновцы надеются достигнуть в валовом сборе отметки в 50 тысяч тонн зерна. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.